Приветствую, друзья! Тема этого видеоурока по Home Assistant – интерфейс LowLace. Я расскажу о ручной настройке, которая позволит максимально оптимизировать его под ваши нужды. Для облегчения восприятия информации я буду использовать тестовый сервер Home Assistant с относительно небольшим количеством интегрированных устройств. По умолчанию автоматически созданный интерфейс выглядит примерно так. В верхней части располагаются круглые значки сенсоров – баджи. В нижней под оменом расположены карточки устройств, такие как камера, освещение, выключатели, скрипты, погода и т.д. Нормально управлять даже при таком относительно небольшом количестве устройств неудобно, что уже говорить о сложных системах, где сущностей в разы больше. Для перевода режима настройки интерфейса в ручном режим нам необходимо сделать изменения в главном конфигурационном файле Configuration YAML. Для этого я использую стандартный плагин Hasio, который называется Конфигуратор. Вот он. Я его вывел себе на панель и таким образом осуществляю правки. Очень удобно, но, опять же, не обязательно. Здесь прописываем где-нибудь здесь, например, строчки LowLace режим YAML. Это значит ручной режим. Далее, перед тем, как перезагружать нашу систему для применения этих параметров, нам нужно создать пустой файлик интерфейса. Он создается в основной папке Конфиг. Создаем файлик, называется он ULowLace YAML. Окей. И давайте внесем в него самые первые записи. Как и в других YAML файлах, тут действует правило вложенности. Чем больше отступ от левого края, тем глубже степень вложенности. Начнем с самого главного. Заголовка. Здесь отступов нет, это нулевой уровень вложенности. Сохраняем. Первое, это у нас название основного нашего интерфейса. Views, это то, что нам будет показывать. И создаем первую страницу. Заполнять мы ее не будем. Просто заголовок. Вот ее заголовок будет главная. Это ее идентификатор и иконка. Иконка Home Assistant. Иконки берутся вот отсюда, из коллекции Material Icons. Если мы на них перейдем, у нас здесь открывается большое количество различных иконок. И каждая из этих иконок имеет свой код. Вот, например, эта иконка имеет код аккаунт edit. И вот эти иконки здесь прописываются. Все, создали пустой файл, создали заголовок интерфейса и создали пустую страницу. Теперь давайте проверим нашу конфигурацию. Заходим в меню сервер. Если у вас в этом меню сервер только управление сервером перезапустить, надо зайти вот сюда в профиль и включить Advanced Mode. Тогда у вас появятся все остальные опции. Поэтому здесь мы проверяем. Все окей и можем перезагрузить сервер. Итак, сервер перезагрузился. Переходим в обзор. Вот наш пустой свежий интерфейс. Только здесь есть наш заголовок. И больше ничего нет. Давайте его наполнять. И начнем мы с сущностей badges, которые представляют собой как раз вот эти вот кругляши, которые у нас были сенсоры в главном интерфейсе. Так, добавим. Здесь на уровне вложенности страницы они у нас должны быть. Вот, они совпадают под title. Badges. И здесь я перечисляю. Сенсор time – это время. Сенсор date – это дата. И сенсор, который вычисляет объем базы данных. Все. Перезагружаться не надо. Достаточно обновить страницу. И у нас появились наши вот эти вот badges. Такие же точно, как в стандартном интерфейсе. Но, признаться честно, я их в своих рабочих конфигурациях не использую. И почему, сейчас станет ясно. Перейдем к созданию карт. Все стандартные карты перечислены на странице, на официальном сайте Home Assistant, на странице LowLace.UE. Вот перечень стандартных карт. Здесь их больше 20. А кастомных карт, разработанных пользователями, и того больше. Но в этом видеоуроке мы рассмотрим ряд как раз пользовательских карт. И поняв принципы настройки этих карт, будет несложно разобраться и со всеми остальными картами. И начнем с карты сущностей. Entity's card. Элементы в ней располагаются вертикально друг на другом. Это стандартная карта, которая есть в интерфейсе по умолчанию. Все ее видели. И давайте создадим такую карту и добавим в нее несколько выключателей. Для поиска выключателей в системе очень удобно использовать вот эту панель состояния. Здесь просто набираем switch. И вот у нас, например, вывалились все свечи наши. Вот. Все свечи включены и выключены. Давайте добавим несколько свечей в карту. Для начала нам нужно открыть раздел карты на этом же уровне, как и badges. Открываем раздел cards. Сохраняем. И добавляем нашу карту Entity's. Вот ее тип Entity's. Это ее название. Эта строка у нас говорит о том, чтобы показывать сверху общий выключатель. И здесь перечень выключателей. Три разных выключателя. Сохраняем. Переходим сюда. Обновляем. И вот наша карта. И видим, что наша эта карта по сути на самом деле ничем не отличается от таковой в стандартном интерфейсе. Здесь используются технические имена. Либо те имена, которые вы дали в настройках в разделе объекты. Либо в файлике Customization YAML. Если у вас в конфигураторе для того, чтобы работал этот файлик, должна быть включена такая вот опция. Вот. Customize. Включает в себя Customize YAML. И имена различные иконки можно задавать в этом файлике. У меня он пока пустой. Давайте вернемся к нашему интерфейсу. Здесь тоже можно задавать имя и иконку каждому выключателю. Давайте начнем с этого выключателя. Вместо одной строки он будет занимать теперь три строки. Видите, чем мне нравится Configuration? Вот он мне показывает, что есть ошибка. Ошибка заключается в том, что отличается уровень вложенности. Видите, теперь ошибки нет. Так, теперь у нас выключатель первый имеет отдельное имя и иконку. А эти два выключателя, какие были, такие и остались. Давайте смотрим. Обновляем. Вот, видите, эти выключатели остались. Этот выключатель уже имеет и название, и иконку. То же делаем и с другими двумя выключателями. Добавляем. Ну, здесь проще этот один сдвинуть на один уровень. Все, одинаковый уровень вложенности. Ошибки нету. Сохраняем. Обновляем. Все, теперь уже эта панелька на что-то становится быть похожа. Давайте добавим сюда еще несколько элементов. Например, вот эти сенсоры, которые здесь сверху в баджах. Так, вот наша карточка. Хоп. И здесь я точно так же сделал. Сенсор, имя, иконка, сенсор, имя, иконка и три наших выключателя, которые уже здесь были. Так, смотрим, что у нас получилось. Обновляем. И вот, видите, здесь гораздо информативнее текущее время. И дата полностью здесь помещается. И объем базы данных тоже здесь гораздо информативнее, чем на баджах вверху. Вот, собственно говоря, и ответ на вопрос, почему я не использую баджи. Продолжим. Здесь у нас сверху отображается общий выключатель. Он может быть полезен, когда у нас в одну карточку сведены, например, несколько лампочек или выключателей, которые нужно когда-то выключать или включать все вместе. Сейчас здесь нам этот выключатель не нужен. Поэтому здесь мы его убираем. Так, здесь надо написать false. Сохраняем. Проверяем. И выключатель у нас пропал. Также, например, в этой карточке можно визуально разделять, например, сенсоры от выключателей. Для этого добавляется следующая строка, которая называется divider. Сохраняем. Нажимаем. И вот у нас появилась такая полоса. Также в карточке сущности можно отображать дополнительную информацию. Это может быть или техническое имя сенсора, либо дата последнего изменения. Давайте добавим к сенсорам техническое имя, а к выключателям добавим дату последнего изменения. Так, давайте проверим на одном. Здесь добавили вот secondary info entity ID. Это его ID-шник, техническое имя. А к выключателю первому добавим вот last change, дату последнего, время последнего изменения. Сохраняем. Обновляем. Так, и вот у нас здесь сенсор тайм. Здесь видно 26 минут назад. Оп, 2 секунды. Так, и видите, у нас теперь это время изменяется. Видим, когда последний раз включалась там либо эта лампочка, либо выключатель. Так, сделаем это для всех наших элементов карточки. Сохраняем. Обновляем. И теперь наша карточка выглядит так. На каждом из выключателей имеется дата последнего изменения, время вернее. И здесь у нас техническое имя каждого из этих сенсоров. Также в эту карточку можно добавить вызов сервиса. Давайте это сделаем и добавим сюда сервис. Вот сначала divider. Вызов сервис, который называется R-Carder Purge. Это сжатие базы данных, которое будет оставлять в базе данных только за последний день данные и ее сжимать. Опять же, сохраняем. Обновляем. Вот у нас появился вызов этого сервиса. Нажимаем сжать. И в течение пары минут наша база данных обновится до значения данных только за последний день. Здесь можно посмотреть историю и будет видно. Вот провал. Это я сегодня днем, когда тестировал, сжимал базу данных. Так примерно выглядит. Сейчас будет тоже небольшое сжатие, но уже не сильно заметное, так как это будут данные, накопленные с 10, примерно с пол 11 утра. Вот, кстати, сбросились данные. 36 мегабайт теперь встали. И на истории должно отобразиться резкое падение. С почти 50 до 36 мегабайт. Это отработался наш сервис Purge, который из карточки сущности мы запустили. Для сервиса указывается два имени. Name – это сам выключатель. И Action Name – это то, что у нас отображается вот здесь справа на панели выключателя. База данных сжать. Тут же тоже вот эта иконочка. И, собственно говоря, сервис. И здесь сервисная дата, с какими параметрами запускать этот сервис. Так, перейдем к следующей карте. Часто запускаемая карта называется GlensCard. Она имеет горизонтальное расположение элементов. Выстраивать до пяти элементов в ряд. И потом опять начинает следующий ряд строить. Давайте сделаем тестовую карту. Так, добавляем тестовую карту. Тот же уровень вложенности, как у Entities. Тип Glens, название карты. Show State – это состояние. State Fels. Давайте сейчас пока поставим True, чтобы все посмотреть, как выглядит. И здесь я уже по принципу вот этой карты точно так же добавляю Entities. Я здесь добавляю бинарные сенсоры и имя каждого сенсора. Давайте посмотрим, что эта карта нам сейчас покажет. Обновляем. Вот ряд бинарных сенсоров. Их иконки и их состояние. Что хорошо для бинарных сенсоров? Их состояние меняется динамически. Вот, например, открытое окно у нас светится желтым, закрытое синим. Тоже касается датчиков движения и протечки. Здесь меняется иконка. Причем для датчиков, например, движения человечек и протечки здесь ничего менять не надо. А вот датчики открытия, например, окон и дверей, хотелось бы их немножко изменить, чтобы было видно, что это окна, а это двери. Поэтому давайте возьмем два этих сенсора, 697 и вот этот 6C7B и в файлике Customize YAML, вот он, 697 и 7B, дадим ему, во-первых, Friendly Name, а во-вторых, здесь напишем дверь и Device Class. Это у нас будет окно, это у нас будет дверь. Сохранить. Здесь, к сожалению, уже не получится просто обновить, здесь нужно перегрузиться. Идем в меню, простите, сервер, проверяем, все хорошо и перезапускаем. Перезапустились, переходим обратно и видите, что здесь окно уже похоже на окно, а дверь похожа на дверь. Кстати, вот эти подписи данных здесь не нужны, потому что их состояние и так понятно по виду иконок. Поэтому возвращаемся в наш конфигуратор и забираем значение показывать состояние. Меняем его на Fails. Сохраняем. Обновляем. Вот. Ну, тоже так вполне информативно. В эту карточку тоже можно добавлять, например, лампочку или свитч. Вот добавим свитч. Сохраняем. Но здесь по умолчанию, если кликнуть на этот свитч, будет открываться окно его свойств. И только здесь можно включать-выключать. Для того, чтобы можно было сразу кликнуть и он включился, либо выключился, здесь нужно добавить еще одну опцию, которая называется Tap Action. Сейчас по Tap Action будет проходить таггл, переключение. И теперь, если обновиться и нажать на эту кнопку, будет включаться и выключаться. В этой карте тоже, конечно, можно менять тип иконки. И кроме Tap Action можно добавить еще Hold Action. Это то действие, которое будет делаться при нажатии и удержании. Давайте добавим его. Вот. По Hold Action будет выводиться дополнительная информация. Окно устройства. Так. Обновляем. Должна поменяться иконка. Вот она поменялась. Включаем, выключаем. А если подержать, отпустить, появляется вот окно дополнительной информации. Следующий рассмотрим карту Light. Как видно из названия, она предназначена для управления светильником. Карта на самом деле очень простая. Давайте сделаем ее. Вот. Здесь у нас только тип карточки, название светильника и имя. Сохраняем, обновляем. Все как обычно. И появляется у нас карточка, которая может включать, выключать и регулировать яркость светильника. Вот показывает процент. Очень удобно для светильников. И если нажать вот здесь на три точки, то открывается окно, дополнительное окно управления светильником. Здесь, например, если нужно, можно управлять световой температурой. Так, поехали дальше. Следующая у нас карта будет называться, вот это так называемая измерительная карта, которая у нас будет показывать некоторые цифровые значения. Например, там проценты какие-то подойдет для отображения температуры, влажности. Ну, давайте создадим какую-то карту. Например, температуру. Здесь, кроме типа карты, ее имя, дальше единицы измерения градуса Цельсия и температурный сенсор. И смотрим, как выглядит наша карта. Вот она показывает температуру 24,7 градуса. Но по умолчанию здесь вот эта вот шкала от 0 до 100. Для температуры это многовато, поэтому немножко вот эту шкалу мы можем поменять. Так, давайте добавим значение минимума и максимума. Так, выровнять. И у нас будет минимальное значение 10, максимальное 35. Соответственно, у нас сдвинется шкала. Теперь у нас будет это значение где-то вот так вот выше середины. Также здесь можно задавать цвета в зависимости от значения. Давайте добавим еще одну карточку. Загрузка оперативной памяти в процентах. Минимум, максимум тут нет, потому что 0,100% подходит. И будем раскрашивать. От 0 до 60 зеленый цвет, от 60 до 85 желтый. И выше 85 красный цвет датчика у нас будет вот этой линии. Смотрим, как выглядит карта. Вот сейчас зеленый, 36,8% у нас загрузка ОЗУ. Так, давайте сделаем такой вот тест. Я здесь поставлю 30%. И проверим, изменится ли. Вот, она теперь желтая, потому что я поменял этот лимит. Давайте вернем на 60. Вот так у нас выглядит загрузка ОЗУ. Очень удобно. Видно и по цвету, и по тому, где находится эта линия, и по цифровому значению. Ну, здесь у нас мы видим, уже мы наплодили довольно много карт. И теперь надо бы их как-то упорядочить. Для этого у нас существует два типа карт-компоновщиков. Это вертикальная компоновка и горизонтальная. Давайте начнем с вертикальной компоновки. Так, для начала, для того, чтобы уже здесь было красиво, баджи я закомментирую. Все поняли, что это такое, чтобы они нам не мешали. Так, вот. Теперь чистые карты у нас остались. И теперь давайте немножко скомпонуем наши эти карты по интерфейсу. Так, сначала здесь добавим вертикальную карту. Она теперь будет иметь такой же уровень вложенности, как и наши карты. А для того, чтобы вложить уже существующие карты вот в этот вертикальный стак, их надо будет немножко сдвинуть в сторону. Давайте в первую вот колонку вертикальную добавим все наши карты, которые касаются данных системы. Давайте разделим вот эти наши выключатели и сенсоры. Вот это я карточку эту удаляю. И вместо нее вставляю карточку. Вот она уже сдвинута в сторону, в которой только сенсор. Вот время, дата сжатия базы данных. Дальше вот эту вот карточку загрузка ОЗУ я тоже перенесу в первый столбец. Сохраняем. Во второй столбец, давайте опять я его открываю, вертикал стак. Это пойдет у нас уже второй столбик. Сюда перенесем выключатели света, вот этот лайт. И наши выключатели, которые я удалил из первой карточки сущностей Entity. Так, это я удаляю. И вот сюда, в этот вертикал стак я добавляю карточка Light и карточка Entity с тремя выключателями. Сохраняем. Ну, а все остальное у нас, вот эти вот сенсоры, температура у нас пойдет в третий столбец. Здесь тоже надо объявить вертикал стак и эти сдвинуть карточки в сторону, чтобы они были вложены. Так, вот таким вот будет образом. Ставили вертикал стак. Вот вертикальная у нас компоновка. Сначала температура, потом сенсоры. Все, посмотрим, что у нас здесь мы поменяли местами. Так, вот первый столбец система, второй столбец выключателей света и обычная. И здесь сенсоры, температура и бинарные сенсоры. Ну, сразу заметно, что, например, для вот этих карточек загрузка ОЗУ, прихожая, лампочка и температура как-то многовато места по горизонтали. И для этого можно использовать нашу вторую компоновочную карту, которая называется горизонтальный стак. Она делает то же самое, только по горизонтали. Например, начнем мы с карточки загрузка ОЗУ. Добавим сюда еще одну карточку загрузка, например, процессора. И добавим, чтобы они были рядом друг с другом по горизонтали. Так, находим нашу карточку загрузка ОЗУ. И ее надо сдвинуть еще вправо. А на ее уровень я добавляю карточку горизонтальный стак. Вот, и теперь карточка у нас, вот эта загрузка ОЗУ вложена вот в эту карточку горизонтальную. Сейчас у нас ничего не изменится, потому что карточка здесь только одна, несмотря на то, что стак есть. А вот если мы добавим на этот уровень еще одну карточку, вот сюда, например, загрузка процессора. Похожая карточка, только здесь используются, здесь проценты памяти, а здесь проценты загрузки центрального процессора. То у нас внешний вид поменяется вот таким образом. И теперь у нас здесь две карточки. Место расходуется гораздо у нас оптимальнее. Давайте тот же фикус проведем с карточкой света. Добавим к ней еще одну карточку света. Так, вот у нас здесь одна карточка и добавляем сюда стак по горизонтали. Раз лампочка, два лампочка. Теперь у нас здесь их будет две. Смотрим, что из этого вышло. Так, ну, гораздо компактнее, уже интереснее. И, например, к температуре, это датчик температуры и влажности, добавим, соответственно, влажность. Возвращаемся назад и вместо вот этой вот карточки добавляем горизонтальный стак, эти сдвигаем, температура и используем сенсор влажности. Здесь только минимум 20, максимум 80 я поставил. Давайте посмотрим. И вот у нас теперь все гораздо красивее. А теперь давайте сделаем еще одну страницу. У нас уже здесь довольно много карточек. Давайте мы теперь разделим их на две страницы. Так, для этого, опять же, на уровне вложенности страницы, вот где он у нас находится, первая страница, вот она главная. Здесь, видите, две точки отступ. И на таком же уровне делаем еще одну страницу, которая будет называться панель управления, имеет ID, контроль и иконку в виде клавиатуры. И теперь у нас сейчас в интерфейсе отобразится уже две страницы. Наша первая, и вот вторая пока еще пустая. Все очень быстро. Сразу же добавим сюда вертикальную компоновку. И начнем изучать новую карту, которая называется NFT button. Кнопки вот такие вот. Оно тоже достаточно удобно. В основном для разных, я бы использовал его для разных выключателей, но использую его и для освещения. Вот, давайте сделаем какую-нибудь кнопку, посмотрим, как она выглядит. Вот тип карточки. Здесь название ее, только одна сущность может быть в одной карточке. Имя и иконка. Все как обычно. Так, обновляем. Это у нас на второй странице интерфейса. Вот такая огромезная карточка. Ну, естественно, одну такую ее использовать как-то не очень интересно. И ее можно, используя наше горизонтальное стаканье, использовать, например, три сразу сущности. Три кнопки, чтобы было. Давайте вернемся и вместо вот одной карточки сделаем вот горизонтальный стакт и сразу три карточки. И выглядеть оно должно уже посимпатичнее. Вот так. Это уже на что-то похоже. Довольно красиво. Влазит, в принципе, довольно большая надпись и удобно нажимать. Ну и аналогично, как и у этой карточки Antitis, можно сделать вот такой вызов сервиса. Например, как вызов той же базы данных. Только по кнопке. Также в интерфейсе Low Lace есть динамические карточки, которые зависят от условий. Например, карточка Conditional. Она отображает другие карточки только в том случае, если выполняются какие-то условия. Как это выглядит? Давайте сделаем карточку. Вот она, Conditional, которая будет показываться при выполнении условий. Если наш выключатель, вот этот 1E1, вот он, вентилятор, равен, он включен. И второй выключатель, вот этот E78, вот он. У него любое состояние, кроме OFF, кроме выключено. Если эти два условия у нас выполняются, тогда будет эта карточка отображать карточку Glens, в которой будет два сенсора, два сенсора движения. Вот. Если посмотреть сейчас, обновим. Ничего не поменялось. Ничего не появилось. Но если мы включим вот эту карточку вентилятор, у нас появляется сразу вот эта карточка, потому что у нас совпадают условия. Этот выключатель не равен выключена, а этот выключатель включен. Вот так. Довольно удобно. Можно, естественно, ставить абсолютно любые туда условия. Также у нас есть карточка Entity Filter. Вот она. Она работает немножко по другому принципу. Она показывает те сущности, то есть не карточки, а сущности, которые отвечают, опять же, заданным условиям. Например, сделаем карточку, которая у нас будет отображать только включенные выключатели. Вот тех же три выключателя. Улажнитель воздуха, вентилятор, настольная лампа. И состояние фильтра включено. То есть будут отображаться только включенные карточки. Обновляем. И вот у нас только сейчас два выключателя видны. Выключаем. Вот. Пропал, во-первых, и вот эта карточка. И пропал здесь выключатель. Вот здесь только один появляется. Если я включу этот, появляется и у нас карточка Conditional. Вот такая у нас динамика. По этой карточке можно, например, отслеживать, какие выключатели или лампочки включены в какой-то конкретной комнате. Будут светиться только те, которые включены, например. Или выключены, или те, которые имеют статус недоступно. Неважно. Так, давайте рассмотрим графические карточки. И такие здесь тоже есть. Например, карточка Picture Entities. То есть, в принципе, эта карточка, это примерно как наш вот этот выключатель. Вот эта вот кнопка. Но вместо заднего фона используется картинка. Но, что самое интересное, в качестве этой картинки может использоваться изображение с камерой. Давайте сделаем. Вот карточка. У нас будет здесь еще один вертикал, так что в следующем столбце. Вот это название будет камеры. Это ссылка на камеру. И состояние я выключаю, потому что здесь камера, у нее только одно состояние без действия. Нам оно не нужно. Сохраняем и смотрим. Вот у нас появилась статическая картинка с камеры. Так она выглядит. Если эту картинку нужно смотреть в онлайне, так тоже можно сделать. То нужно к этой карточке добавить еще одну опцию, которая будет называться Camera View Live. Переходим, обновляем. Здесь какое-то время будет поток грузиться. Так, пришлось переключиться в Chrome, потому что в Firefox что-то не хочет. Вот у нас живой поток. Вот сейчас у нас изменяются секунды с камеры. Вот это живой поток у нас идет. В Firefox почему-то живой поток не отображается, хотя это живая картинка. Если ее обновить, обновляется время, но поток чего-то не идет. Но это уже бага браузера, а не нашего интерфейса. Поехали дальше. Эта карточка, как я уже сказал, это аналог вот такой вот кнопки. На нее можно нажимать. Но, например, если вам надо вывести сюда несколько кнопок, например, там включение подсветки в онлайн-режиме. Есть еще один тип карточки, у которой используется, может использоваться, например, картинка с камеры. Как фоновое изображение называется на Picture Glance. К этой карточке обязательно хотя бы одна сущность должна вот здесь внизу отображаться. Это может быть сенсор, может быть выключатель. Например, там управление лампочкой можно сделать прямо под камерой. Карточка очень похожа. Вот так. Здесь тоже есть уже не name, а title. Здесь уже не идет не entity, а камера image, с какой камеры берется. Тоже ли в это живой поток. И добавляем, например, одну лампочку сюда. Entities. Можно несколько, можно еще что-то добавить. И давайте посмотрим, что получилось. Теперь у нас две карточки. Одна просто карточка изображения, на другой можно включать, например, и выключать лампочку. Ну, кому как надо. Вот так это выглядит в хроме. Вот идет кинка одновременно синхронно с одной и той же камерой. Но там могут быть разные камеры, две, три, четыре. Такая себе система видеонаблюдения. А мы поехали дальше. Давайте создадим еще одну третью страницу. Назовем ее тренды. И добавим сюда какую-нибудь новую карточку, которую назовем, вернее, это будет карточка, вот, исторический график. Она может отображать в двух вариантах. Либо вот такие включено-выключено полосы временные, таймлайны для выключателей. Либо для каких-то цифровых значений, там, например, температура, влажность, давление. Вот такие вот графики. И давайте сделаем на нашей новой, вот, третьей страничке, пока пустой, новую карточку, HistoryGraph. Так, здесь тоже сразу добавим у нас вертикальную stack. Вот, HistoryGraph, title это как называется. И добавляем сюда одну сущность, датчик давления. Так, вот он появился. Пожалуйста. И вот это давление у нас пошло. Такой график может отображать одновременно несколько кривых, но, конечно, желательно использовать какие-то соразмерные данные. Например, данные с двух датчиков температуры. Их тоже здесь можно называть. Вот я назвал один комнат, а другой коридор. И теперь у нас будет на датчике, на графике, сразу две кривых. Вот тут сбор начался просто со вчерашнего дня. Я подключил сенсор. Вот он так вот выглядит. И вот, собственно говоря, легенда. Коридор вот такой вот, цвет морской волны. Комната вот такой вот, коричнево-красный. Так, следующий у нас будет карточка сенсора. Вот она. Она позволяет отображать текущее значение. И вот такую вот кривую. Что-то вроде history карточки. Давайте добавим сюда, ну, как в примере, давайте добавим освещенность. Вот так. И line, это значит, чтобы с отображением линии была. Вот такая у нас карточка будет с линии. Вот освещенность. Либо, если здесь поставить комментарий. Сохранить. Будет только значение. Но в таком виде эти карточки лучше стакать по горизонтали. Две, а то и три, в принципе, влезет нормально. Так, пусть будет у нас линия, а мы поехали дальше. Следующая у нас будет карточка погоды. Это для использования любых визор-погодных сервисов. Уже есть такой включенный по умолчанию. Давайте его добавим. И чтобы у нас не было все в ряд, добавим сразу новый вертикал стак. Вот наша освещенность. И вот карточка визор-форкаст. И у нас будет entity визор-хом. Наша погода. Эта сущность у нас здесь имеется. Вот нужно найти ее. Вот она показывает и скорость ветра, влажность, температуру и все остальное. И мы ее используем для создания карточки погоды. Так, и у нас теперь интерфейс будет в два столбца. Давление, освещенность и вот такая себе погода. Довольно, в принципе, все удобно. Так, и в конце урока, то я вижу, уже сильно затянул. Давайте рассмотрим последнюю на сегодня карточку. Будет называться она Markdown. Это карточка вывода текстовых значений. Она, в принципе, умеет выводить еще и различные значения как бы по скриптам. Но удобнее всего лично я вывожу просто какие-то названия и подписи. Для текста используется такая форматирование. Например, звездочки, это текст будет курсивом. Две звездочки, это у нас будет текст жирный. Ссылка. И давайте попробуем сделать несколько карточек. Посмотрим, как это выглядит. Так, сделаем еще один вертикальный у нас стак. И целую добавлю я четыре карточки. Обычный текст, курсивом, жирный, ссылку. Давайте посмотрим, как оно выглядит. Вот. И ссылка, если нажать, переходит, например, на сайт Home Assistant. Туда, куда я его и запрограммировал, так сказать. А в интерфейсе я использую эти карточки вместо стандартных названий. Ну, чтобы было видно, например, давайте добавим две одинаковые карточки. Это глэнсы, такие, как на первой странице. Здесь будет у нас стандартный тайтл сенсоры протечки. Здесь стандартный тайтл я убрал, но добавил карточку Markdown сенсоры протечки. Вот. И выглядеть они будут так. Вот, большая карточка. Видите, тут огромный шрифт сенсоры протечки. И здесь вот так вот оно более аккуратно. Конечно, оно на любителя, но мне, например, нравится больше вот так. Когда идет вот отдельно такой небольшой надписью, отдельной карточкой. Вот давайте, что у нас получилось. Три странички. Система, выключатели, сенсоры. Здесь у нас вывод изображений с камеры. Кстати, уже сейчас показывает нормально. И здесь у нас вот такие вот разные графики, полосы и сенсоры. На этом вводный урок по Low Lace я буду завершать. Думаю, информации более чем достаточно для первого раза. И вы теперь можете спокойно приступать к кастомизации интерфейса под свои нужды. В следующих уроках я расскажу о наиболее интересных кастомных картах и способах их настройки. Вся конфигурация тестового сервера, показанного в этом уроке, доступна на GitHub. Ссылка в описании под видео. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...